Девушки отдыхают В понедельник и вторник наши зрители увидят финальный аккорд Громовых, ну а в среду стартует премьерный сериал «Детка» – комедийная история о бывшем рок-музыканте. Теперь вся его была известность в далеком прошлом. Сегодня Кастет только и занимается тем, что ищет деньги на существование. К тому же на пьяную голову мужчины сваливается настоящая катастрофа – дочь Юля, о существовании которой горе-музыкант даже не подозревал. Как теперь повернется жизнь наших героев? Смотрим на ЛРТ по будням в 11.00 и 19.45. Эй, паренек, сигарету дай, дай деньжат, сколько есть с собой. Как ты меня назвал? Папа, убежали, а? Нарываешься, паренек, лопатник гони и вали отсюда. И ты тоже для вас ничего не жалко. На, бери. Берите, сколько есть. Спасибо. Парень больной, валим отсюда. Валим. Папа, ты в своем уме сейчас, нет? Да ты слышал, как они меня назвали? Паренек. Что такое любовь на расстоянии, наверняка знают многие наши зрители. А как это пережить, если твоя вторая половина и вовсе живет на другой планете? А всему виной его величество интернет. Именно благодаря ему простая земная девушка познакомилась с парнем, выросшим в экспериментальной колонии на Марсе. Что, кроме чувств, привело гостя на Землю и какие приключения ждут наших героев, узнаете в среду в 20.45. Космос между нами нельзя пропустить. О том, что чувствуют, как правило, люди никогда не говорят. У них есть так называемые щиты и всякие метафоры. Зачем? Потому что мы все запутались и стараемся быть теми, кем не являемся. А если бы мы ходили и раскрывали свои чувства тем, кому мы их испытываем, тогда мы все были бы счастливы, наверное. А в четверг мы увидим очередную режиссерскую работу Джорджа Клуни. Картина «Мартовские иды» перенесет нас в самый разгар страстей вокруг выборов американского президента 2004 года. В картине красочно показаны закулисные политические баталии. Как вы понимаете, совсем не те, что обычно показывают по ТВ. Стивен Майерс работает в избирательном штабе основного претендента на пост руководителя страны. Наш герой разделяет его убеждения. Еще бы. Ведь если он победит, перед ним распахнутся двери самого Белого дома. Ну что ж, подробности смотрим 26 октября в 20.45. Все мы стоим плечом к плечу. Идем рука об руку в нашей демократической партии. И поэтому я настоятельно прошу 356 делегатов, чьим доверием я был почтен, удостоить своей поддержкой губернатора. И пусть все бедствия покинут нас. И дорога теперь поведет нас на Пенсильвании. В завершении трудовых будней, друзья, вас ждет полное перевоплощение. Незадачливый риэлтор Дима – это одна сплошная проблема. С работой, родителями, девушками совсем у парня неудачи. Он так устал от себя и хочет стать кем-то другим, что случай предоставляет ему такую интересную возможность. Из рук чудаковатого ученого он получает прибор, способный превращать любого человека в кого угодно. Что из этого выйдет, увидим в пятницу в 17.30. Ты трогал меня? Нет, нет, даже не прикасался. Я тебе, дядя. Кто? То есть, дядя Олега. Почему дядя Олега в моей постели, а? Я не помню. Болезнь памяти – это семейная. То есть, ты мог меня потрогать и забыть? О, нет, что ты. Такое не забывается. Что? Да нет, тебе сейчас… Нет, 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 нет. Ну как? Не забылось бы. Фу! Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Великие люди посещали нашу землю и бывали не один раз. Это Екатерина Великая, и Петр Первый, и Александр Меньшиков. И мы можем бесконечно продолжать этот список. Он действительно очень большой. Вечером в субботу устраиваемся поудобнее и окунаемся в романтическую картину «Десять зим». Именно столько пришлось пережить двум молодым людям для того, чтобы познать настоящее чувство. Когда они встретились впервые, были совсем юные. Сильвестра и Камила в каждом эпизоде разные. Они переживают бурю эмоций, ссорятся, мирятся, становятся друзьями и влюбленными. Их судьбы тесно переплетаются, а иногда разбегаются в разные стороны. На пути наших героев множество преград и лишений. И, видимо, порой нужно пройти все испытания, чтобы обрести настоящее счастье. Подробности смотрим на ЛРТ в субботу в 22.00. Та-да! Я привез тебе кота. Ты по нему скучала, и я подумал, что, может, что такое? Не надо было? Ну, нет, но мог бы предупредить. Я хотел сделать все и фриз. У тебя получилось. Ты знаешь, что я защитился? Молодец, поздравляю. Я привез свою дипломную работу. Но это не мой код. Да? Но очень похож. Что такое взрыв из прошлого? Это вы узнаете из ленты «Большая, маленькая я», которая в воскресенье выйдет на нашем канале. Успешная бизнес-леди заключает сделки на миллионы евро. Ее жизнь расписана буквально по минутам. Даже со своим любимым героиня встречается не чаще раза в месяц. И кажется, ничто не может заставить эту женщину свернуть с ее пути. Пока однажды к ней не приходит странная посылка. Письма, которые когда-то маленькая Марго написала сама себе. Все подробности 29 октября в 21.00. Я испытываю сильное желание вас поцеловать. Если это просто кратковременное желание, и вы посчитаете до 100, то оно должно бы пройти. Не так ли? А если после стана не пройдет, что будем делать? Нет, нет, нет. Так, все, хватит. В любом случае их здесь нет. Хомячков здесь нет. На этом у меня все. А чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт 3w.lrt.tv. Там вы узнаете актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидите, как происходит запись программ. Кроме того, мы представлены во всех соцсетях. Присоединяйтесь к нашей дружной команде. С вами была Анна Троян. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова